Ну, как вспомню, так ахнул, стою я, винограда прагна, изнурённый, от долгого пути, я с пророком самбой, как рыцарь круглого стола, стоит у церкви, господи, ёжи-господи-брат, ёжи-господи-брат, в куртке, понял, это куртка режиссёра, это куртка режиссёра, жили поляка, у которого я жил, ему было 70 лет уже, а матери 90, и 90-летняя женщина, его мать, работала в Праге, в магазине, ну, прямо там, в Атловской площади, я пришёл, увидел куртку американскую, в этот магазин, снял свою куртку, и подходит какая-то, и мерью, хожу возле, как эстабендер, красуюсь, возле зеркал, подходит старуха, и вот так, хватает куртку, вот эту, и не отдаёт, говорю, отдай, бабушка, ты что, сумасшедшая, это святое, святое, я говорю, что святое, потом, и она говорит, отдай куртку, я говорю, кто ты такая, женщина, почему я должен тебе отдавать свою шубу, она говорит, это шуба моего сына, джили поляка, у меня ничего не оставалось делать, потому что мы поругались не из-за куртки, а из-за другого с ним, что он говорил, я не могу на полу спать, а ты спишь на моей кровати, давай поменяемся, я говорю, нет, джили, ты меня привёл с этого самого, с киностудии, спи на полу, бордатый такой, щедой чех, я схватил эту куртку, одел и побежал, ну а что делать, что, замерзать, что ли, ну тяжёлые моменты в пражской жизни, это вот как раз было, вот сейчас, вспомнишь, ахнешь, вон там сумка лежит, зашёл я, куда ж я зашёл вчера, не вчера, куда я зашёл, в какое кафе я зашёл, а не в кафе я зашёл, я зашёл на почту на пионерном, и там женщина убирала, я платил эти платьевушки какие-то, вот она убирала мыло, полы, и много там женщин, молодые, молодые женщины, и я вот так вещи оставил на столе, а сам пошёл расплачиваться, сам смотрю, и вот оно всё крутится, крутится возле, крутится, 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 крутится возле моих вещей, а потом я вспомнил, женщина, не смей, она говорит, что такое, вот так у меня в Праге украли сумку, там было два паспорта, советский и зарубежный, море денег, сука, вот просто отвернулся в Праге, возле рыцаря Васлова, как же называлось, не Джириполя, не Джессима, кафе, поел, и тарелки понёс, и смотрю вот так, и вот только поставил, вот так, сумки уже нет, эту негритянку, которая там убирала, я, блядь, её, сука, а растрёс, куда она дело, падла, она, наверное, спрятала подолову сюда, женская, слышь, уборщица, говорю, что ты делаешь, это же паспорт, это всё, это страшное время, поэтому там вон сумку, сумка лежит, видишь, я её не бросал никуда, носил уже в руках, как зеницу ока, ну, такая история, это фотографии, Джири, ёжи, господи, брат, церковь, это очень знаменитая церковь, тамплиеров, рыцари, золото, куда дели золото ихнее, папа римский, Иоанн тогда был, его опус, да и секретный, искали это золото, вот тут оно, наверное, и было, блядь, в этом, в этой церкви, тамплиерская, вот так, золото рыцарей, куда ушло, вот они, искала вся Европа, а у меня изнурённые, думаю, дай на всякий случай сфотографируюсь, вот так получилось, вот такую, как тебе, сумку на почте, которая спиздила, не на почте, там кафе, в Праге, там надо было раздевать её наголо, эту негритянку, она туда, видно, в трусы спрятала, господи, что такое, что со мной было там, я чуть не разошёл, там они, я говорю, я вас сейчас здесь, это ужас, как дальше жить, без паспорта, это, пришлось вот это самое, и обо мне статьи сделали в газетах, статьи, носить статьи с собой, если там кто остановит, и паспорта нема, посольство пошёл, ну посольство молодцы, российское, мне выдали временный пропуск, временный паспорт, молодцы, пошли навстречу ребёнку мне, мне ребёнку, 23 года, а эту сволочь, вот эту суку, которая работала, там, её надо было не знать, что делать, понимаешь ты, это было вообще тварь, а, как-то украсть, вот, ну вот такая маленькая, вредная, блядь, негритянка, сволочь, как она там ещё работала, кто её взял, и может не негритянка, а негритянка и цыганка, вот такая, пемесь, такая, помесь, морду я до сих пор помню её, прямо вот рыцарь Васлов стоит на коне, Васловская на месте, и вот тут слева сразу, Джессима, Джессима называется, ах ты сволота, ах ты сволота, это вообще мрази, это какой я приведу, крыс, воров, ненавижу, пророк санбой, ладно, эта музыка как раз подходит, под ёж и господи брат, нравится песня? Как светлый пик в реку в свою рот, чужой язык, чужая доброта, я к ним спешу, но полон прошлым всем не дохожу, и остаюсь нещен, но нет во мне доски наследних книг, в одной стране, где я вставать привык, где слить был я совсем, где всё нельзя, где жизнь моя была, да вышла вся, да вышла вся, где жизнь моя была, да вышла вся. По смерти тень, по смерти тень, я каждый день стою в чужой стране, я каждый день стою в чужой стране, и чужую жизнь, чужую завяжу, и чужую жизнь, по лесу сердцу, я каждый день стою в чужой стране, и чужую стране. Вот эта песня, Валь, с оркестром, пусть знает, да и не их песенки, Клепня, санвай, с оркестром, как положено, как положено, вот эта песня, люди увлекнулись уже от неё, как я и сделал, с оркестром, супер, весь в музыке, ты говоришь, ну а что делать? Вот, хоть у недели удаётся одну песню сделать, потому что у них катастрофически времени не хватает, надо постирать твоё, своё постирать, убраться, в магазин сбегать, поспать, дела поделать какие-то музыкальные, опять же музыкальные, тут не успеваешь делать всё, ещё там пишут в инстаграме, буду развлекать, ну-ну, тут времени едва успевает, самое главное сделать песню, люди с клипами накалывают, там сделаю, не сделаю, подлые, делайте, если помогаете, если делаете. Делаю же для вас, но для народа, певец пророк, сам бой.